Нас окружают миллиарды вещей. Как они появились? Как меняло их время? Всемирная сеть хранит все знания человечества, но только человек дойдет до сути и восстановит цепь событий. Эволюция вещей с Екатериной Бурлаковой. Исследования в области биометрии проводятся в разных странах уже более 20 лет. Биометрия – это наука о распознавании человека. И признаков у человека, по которым его можно распознать, достаточно много. Существует система, которая распознает 3D-изображение лица, геометрия уха, сетчатку глаза и тому подобное. Безымянным пальцем на другом, на этом. Голос, походка, ДНК человека – все это тоже могло бы стать ключом от замка. Но в домашних системах доступа, как правило, используются отпечатки пальцев. Разработка таких биометрических систем началась в 99-м году, а уже в 2002-м году стали эти сканеры продаваться. Это сканер последнего поколения. Он работает по радиочастотной технологии и делает 4 миллиона сканирований, прежде чем запомнить информацию. То есть подается сигнал, который отражается от разных слоев кожи, и он формирует изображение отпечатка пальцев. Ну, кроме этого, он определяет наличие разницы температуры на поверхности и внутри отпечатка пальца. То есть если кровь не течет внутри пальца, соответственно, сканер воспринимает этот палец как неживой палец. И не предоставляет доступ, даже если картинка сходится с шаблоном. То есть я правильно сейчас думаю о криминальных каких-то путях? Если для вас главный вопрос, сможет ли злоумышленник предъявить какой-то палец поддельный, то, наверное, вам нужно думать не про биометрические системы, а про каких-то специальных людей, которые обеспечивают вашу безопасность. Тут биометрия не поможет.